Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Животовский Борис Давидович, доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории исследований механизмов апоптоза факультета фундаментальной медицины МГУ, профессор отдела токсикологии Института медицины окружающей среды Каролинского института в Стокгольме, Швеция, член Европейской академии наук, победитель первого конкурса научных мегагрантов правительства Российской Федерации в 2010 году. Профессор Животовский – автор более 190 оригинальных и 160 теоретических статей по биохимии, радиобиологии и биологии рака с совокупным индексом цитирования более 30 тысяч. Он входит в пятерку наиболее цитируемых токсикологов Европы. Индекс Хирша профессора Животовского равен 80. Борис Давидович Животовский – лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники 1987 года, ряда международных наград, в числе которых премии за важные достижения в области исследований гибели клеток 2012 года. Профессор Животовский в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Борис Давидович. Здравствуйте. Последние выпуски нашей программы были посвящены феномену старения. Вот здесь, на вашем месте, сидели хорошо знакомые вам ученые. Одним из ключевых понятий в выступлениях был апоптос. Сопрограммируемая гибель клеток. Сегодня также апоптос будет в центре нашего внимания, насколько я понимаю, но уже не в связи со старением, а в контексте развития раковых заболеваний. Нас ждет, наряду с представлением фундаментальных открытий, также рассказ о новейших клинических подходах, которые опираются на исследование регуляции гибели клеток в развитии раковых заболеваний. Я больше не буду тянуть время. Пожалуйста, программируемая гибель клеток, роль в развитии терапии опухолей. Да, действительно, будем говорить и об апоптосе. Но апоптос – это один из типов программируемой гибели, и существует значительно больше, но об этом я расскажу чуть попозже. Примерно 2500 лет назад китайский философ Конфуций сказал о том, что в то время, как вы не знаете, что такое жизнь, как вы можете познать смерть. Это абсолютно правильно. Но вот так случилось в моей жизни, что с первого дня работы, учебы в аспирантуре вместе со своим руководителем, мы пытались познать, каковы механизмы гибели клеток, смерти клеток. И, в общем, это необходимо было для того, чтобы познать, как клетка живет. То есть подошли к этому вопросу только с обратной стороны. Количество клеток в популяции в любом органе, вне зависимости от того, в каком, зависит от трех событий. Прежде всего, это деление клеток, когда количество их увеличивается. Это дифференцировка клеток, когда количество может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от стадии дифференцировки. Ну и гибель клеток, когда по дефиниции количество клеток должно уменьшаться. Регулировать этот треугольник можно за счет влияния на любой из этих процессов. Можно стимулировать гибель клеток, соответственно, тогда количество клеток популяции уменьшится. Можно подавить гибель клеток, количество клеток популяции увеличится. В последние годы появилось очень много работ, связанных с регенерацией тканей. Если добавить регенерацию к этому треугольнику, то по крайней мере два из этих процесса, дифференцировка и деление клеток, связаны с регенерацией. Эти события регулируют стабильность клеток в данной популяции. Гибель клеток ин виво. Имеет ли это физиологическое значение? Этот слайд я сделал примерно лет 25 назад, когда готовил свой самый первый курс по программируемой гибели. Абсолютно ничего не изменилось. Так вот, если тело человека примерно 70 килограмм весом, то оно состоит из такого количества клеток. И каждый день мы теряем примерно 1 килограмм нашего веса. Но прежде всего, какие клетки наиболее чувствительны, и какие клетки гибели, и какие клетки погибают больше всего. Прежде всего, это клетки эпителия. Значит, если в течение 70 лет жизни примерно 4,5 тысячи раз эти клетки замещаются. Если эти клетки не погибают в течение 70 лет, то эпителия слизистой оболочки гастроинтестинного тракта будет составлять 39 километров. То есть, это говорит о том, что клетки должны погибнуть в определенное время для того, чтобы освободить место новым клеткам. Клетки эпидермиса кожи замещаются примерно 1000 раз. Клетки костного мозга. Значит, мы знаем, что это 1,5 килограмма средний вес костного мозга. И он обновляется в течение каждых двух недель. Так вот, в течение жизни, в течение 70 лет, мы вырабатываем примерно 3 тонны кровотворной ткани. То есть, понятно, что эти клетки должны погибнуть. И есть еще такой орган, который называется тимус или вилочковая железа. Так вот, 90% примерно картикальных тимоцетов, они погибают в тимусе. И только 10% выходят за пределы тимуса. И, собственно говоря, эти 10% дают возможность сформирования иммунной системы организма, всех лимфоидных тканей и так далее. Поэтому тимус называют эффективной фабрикой смерти. Несколько примеров говорят о принципиально важном значении процесса гибели клеток ин вива для организма. Какова история? Феномен гибели клеток, он известен больше 100 лет, но как-то никто не обращал на него внимания. Дело в том, что всех интересовало то, как клетка делится, как она дифференцируется. Ну, а умирает, смысл какой? Ну, умерла и умерла. Так вот, где-то в середине прошлого века Глюксман впервые описал гибель клеток в процессе онтогенеза. Это была первая действительно серьезная работа по изучению гибели клеток. Примерно в то же время Рик Лакшин, это вот его фотография, он был аспирантом в лаборатории Вильямса. И он в течение полутора-двух лет опубликовал пять статей, в которых описал гибель клеток в мышцах шелкопряда. И он был первый, кто ввел термин программируемая гибель клеток. Он впервые доказал, что клетки в межсегментной мышце шелкопряда погибают по определенной закономерности. И эта закономерность запрограммирована. Примерно в то же время Джамшит Тата опубликовал очень важную работу, которая показала необходимость синтеза РНК и белков. Но это было на примере регрессии хвоста у головастика. Почему эта работа принципиально важна? Дело в том, что если процесс зависит от синтеза РНК и белков, значит он генетически запрограммирован. И вот он был первый, кто показал на уровне генетики, что гибель клеток может действительно быть запрограммирована. Потом был перерыв примерно 20 лет. И Боб Хорвиц вместе со своими сотрудниками впервые клонировал гены, которые участвуют в программируемой гибели нематоды. И они показали, какие это гены, насколько они важны и как они действуют. В 1972 году вышла статья трех авторов, Джон Керр, Эндрю Вайли и Алластаер Карри, в которых был впервые введен термин апоптозис. На греческом языке он означает листопад. Это была первая статья, в которой апоптоз был описан как основной биологический феномен с очень широким применением в кинетике тканей. Интересно то, что термин называется апоптоз и означает, как я уже сказал выше, листопад, то есть опадание листьев у растений. Так как это происходит осенью. Но самое интересное, то что когда листья опадают, то клетки у растений погибают не по механизму апоптоза. Они погибают по двум механизмам, либо это аутофагия, либо это лизис. Но термин был придуман и он очень хорошо вписывается в этот процесс, окончание, когда листья опадают и погибает. Я сделал вот такое исследование в подмет, там больше 500 тысяч публикаций, в которых упоминается термин апоптоз, программируемая гибель и так далее. И вот каждая новая публикация появляется примерно с периодичностью в 22 минуты. Это наиболее быстро развивающаяся область биомедицины в настоящее время. На втором месте стоит стемсел, стволовые клетки, по количеству появления новых работ. Эта область развивается очень быстро, очень квалифицированно. И это единственная область биомедицины, которая в 21 веке была отмечена двумя прямыми и двумя непрямыми Нобелевскими премиями. Об этом я скажу чуть позже. Первая премия была в области Нобелевской премии по физиологии или медицине в 2002 году. Вот Боб Орвиц, о котором я упоминал чуть выше, и двое его коллег, Сидни Брэннер и Джон Салстон. Они получили эту Нобелевскую премию за открытие, которое касается генетического регулирования развития различных органов у этой нематоды и программируемой гибель клеток, которая важна для развития этой нематоды. Принципиально важно то, что весь организм нематоды состоит из 1090 клеток. И в процессе ее развития 131 клетка должна погибнуть. И тогда организм развивается нормально и он выживает. Именно 131. 131, не больше и не меньше. Там есть определенные патологии. Вот судьбу каждой клетки определил Джон Сальстон, а всю генетику определил Боб Орвиц. Вторая прямая премия была в 2016 году. Это Йошинори Усуми, который получил премию за открытие механизмов аутофагии. Это принципиально важный механизм, о котором я буду говорить чуть попозже. Если это действительно важно, значит нарушения программы гибели могут повлиять или лежать в основе патогенеза каких-то заболеваний. Значит существует два варианта. Первый вариант это когда очень много клеток погибает и тогда ткань теряет клетки. Второй вариант, когда гибель клеток не происходит и тогда много клеток аккумулируется в ткани. Это тоже плохо. К чему это приводит? Это подтверждается различными факторами. Совершенно очевидно, что немногие клетки просто умирают. Многие из них совершают самоубийство для того, чтобы освободить место следующему поколению, о чем я говорил выше. Это клетки кишечника, клетки костного мозга и так далее. Второй момент это при многих хронических заболеваниях или заболеваниях связанных с развитием организма, происходит определенные изменения на уровне генов. И эти гены, которые участвуют в регуляции программы их гибели. В частности это клетки BCL2, P53, об этом я буду говорить чуть позже. И вот при многих заболеваниях, когда происхождение по сути не является генетическими, но патология характеризуется усилением гибели клеток. Есть ли примеры для этого? Да, есть. На этом слайде представлены естественно не все заболевания, но очень многие. Первое, дегенеративное первое, что приходит в голову. Первое, приходит, когда много клеток погибает. Это болезнь Альцгаймера, это болезнь Ханкингтон, Паркинсона и так далее. Я хочу обратить ваше внимание, номер 2, номер 4 и номер 5. Гематологические расстройства, аутоиммунные расстройства и бактериальные. Почему? Через минуту. Так вот, вторая ситуация, это тогда, когда клетки не гибнут. И номер 1 злокачественное заболевание, потому что это является одной из причин того, что развиваются патологические клетки. Они не элиминируются из организма. И вот здесь появляются аутоиммунные расстройства, о которых я минуту назад говорил. Здесь вирусные инфекции и гематологические расстройства. То есть, в зависимости от того, много клеток погибает или мало клеток погибает, может привести к расстройствам той же самой системы, но к различным заболеваниям. И мы знаем, что вирусные инфекции, например, они могут приводить к гибели, но они могут вызывать устойчивость к гибели. Разные вирусы. То же самое гематологические заболевания и так далее. То есть, процесс гибели, он действительно связан с патогенезом различных заболеваний. В этой классической работе, о которой я говорил выше, о работе Кервайли и Карри, сказано, мы предполагаем, что гиперплазия может иногда возникать в результате снижения апоптоза, а не увеличения метоза. То есть, клетка не гибнет, она делится нормально, но поскольку она не гибнет, значит, соответственно, количество клеток увеличивается. Это было предположение, которое впоследствии получило свое подтверждение. В 2000 году Дан Ханаган и Боб Вайнберг опубликовали так называемый Millennium Review. Это первая статья, которая открывала первый номер журнала Cell в 2000 году. Она так и называется Millennium Review. Так вот, они описали шесть физиологических изменений, которые ведут к возникновению рака. Если вы посмотрите, то одно из изменений – это нарушение апоптоза. Вот что интересно, об этом была дискуссия, пять из этих изменений – самообеспеченность в сигналах роста, нечувствительность к сигналам ограничения роста, нарушение апоптозы, неограниченный потенциал репликации, устойчивый ангенгенез. Они характерны не только для рака, но, например, для возникновения так называемой доброкачественной опухоли. И единственное физиологическое изменение, которое отличает возникновение доброкачественной опухоли от опухоли злокачественной – это инвазия ткани и метастазы. Была большая дискуссия, но дело в том, что доброкачественная опухоль, она все равно опухоль. И она все равно патологична для организма. Довольно часто она перерождается. Бывает, что доброкачественная опухоль вырастает до размеров нескольких килограммов, не перерождаясь. Такие случаи известны. Но все равно это дополнительный орган. И не важно, он доброкачественный или злокачественный, он должен быть удален в любом случае. Так вот, вот эти шесть физиологических изменений были описаны Ханаганом и Вайбергом. На сегодняшний день известно более десяти типов программируемой гибели. Номенклатурный комитет по исследованию гибели клеток, он примерно раз в два года издает свои рекомендации, я являюсь членом этого номенклатурного комитета, делят все типы гибели клеток на две группы, на типические и атипические. Не потому, что эти лучше, а эти хуже. Просто мы знаем больше об этом, нежели об этом. Но есть такие формы гибели, как, например, анаикис, о которой знают абсолютно все, но мало кто знает, что означает слово анаикис. Что означает? Я вам приведу такой пример. Все знают, что молодая мама, когда заканчивает кормление грудью, то клетки в молочной железе, которые продуцируют молоко, должны погибнуть. Потому что если они не погибнут, это может привести к патологическим изменениям молочной железы, в том числе и даже к злокачественному росту. То есть они должны погибнуть. Погибают они по механизму, в основе которого потеря взаимодействия между этими клетками. Так вот, потеря взаимодействия называется анаикис. Все знают об этом, но мало кто знает этот термин. Многие из этих типов гибели принимают участие в элиминации раковых клеток, о чем я буду говорить чуть позднее. В 2011 году эти же авторы опубликовали вторую статью, в которой были включены новые данные, появившиеся за 10 лет, о том, что может влиять на возникновение опухоли. Если вы обратите внимание, в предыдущие из шести физиологических изменений одно было устойчивость к апоптозу, а здесь появилась устойчивость к гибели клеток. Почему? Потому что не только апоптоз, но и другие типы гибели получены данные о том, что они принимают участие в происхождении опухолевых клеток и в их элиминации. Но в 2008 году мы опубликовали статью в журнале, в довольно хорошем журнале, которая называлась метахондрией раковые клетки. Что мы знаем, что особенного в этих клетках? И там была такая фраза, что в дополнении появляется очень много доказательств того, которые предполагают, что одно из свойств опухолевых клеток – это зависимость от гликолиза, необходимого для производства АТФ энергии. И что вот это свойство должно быть добавлено к тем шести физиологическим изменениям, которые лежат в основе возникновения рака. Нам было очень приятно, когда в этой статье 2011 года была ссылка на нашу работу, и было сказано, что действительно дорегуляция энергетики клетки, она очень важна. И здесь было добавлено еще три изменения. Это избежание иммунной деструкции, то есть роль иммунной системы, это индуцируемая опухолью воспаление и нестабильность генома. В настоящее время существует десять физиологических изменений, которые лежат в основе возникновения опухоли. И одно из этих изменений – это устойчивость к гибели клеток. Но вот что интересно и важно, все эти десять физиологических изменений принципиально важны для того, чтобы опухоль развилась. Но для того, чтобы убрать опухоль, абсолютно необходима вот это явление – гибель клеток. То есть это единственное, которое необходимо для того, чтобы убить клетку. Клетка должна быть убита, чтобы избавиться от опухоли. Вот это принципиально важно запомнить и для дальнейшего изложения материала. Рак характеризуется недостаточной негативной регуляцией роста клеток. Давно-давно, в 1979 году, вместе со своим руководителем, профессором Хадсоном, мы опубликовали статью, в которой была такая фраза, что существует очень близкая связь между клетчаной пролиферацией и апоптосом. Тогда были известны только два типа гибели – апоптос и патологический некроз. Мы написали о том, что когда клетка выбирает машину пролиферирования, она убирает путь, который говорит о том, что лучше умереть, чем ошибиться. И вот что забавно, вот это выражение «better than than wrong» оно появляется во многих публикациях как народное выражение, уже без ссылки на нашу работу. Мы вошли в народ. Да, это вошло в народ. Нам это очень приятно. Есть белки, которые принципиально важны для регуляции гибели клеток. Одно из семей этих белков, так называемое семейство BCL2, BCL2 расшифровывается как B-cell lymphoma. Но вот что интересно, транслокация этого белка с одной хромосомы на другую хромосому принципиально важна для развития лимфомы. Но только транслокация или экспрессия этого гена недостаточны для того, чтобы лимфома развилась. Но это принципиально важный процесс транслокации. Так вот, со временем выяснилось, что к этому семейству относятся в общей сложности около 30 белков. И все они разделены на две большие группы. Первая группа, которая вызывает подавление гибели клеток. Вторая группа, которая вызывает активацию гибели клеток. И вот эта группа разделяется еще на две подгруппы. Одна называется BH3 only или BH3 только. Вторая группа называется по названию этого белка BACS. Эти белки экспрессируются во многих клетках. Не обязательно, чтобы они все экспрессировались в одной клетке. Но их экспрессия принципиально важна либо для подавления, либо активации гибели клеток. Об этом я буду детально говорить дальше, поскольку много очень интересного произошло. И в практическом выражении тоже. Антиапоптотические гены этого семейства. Я уже сказал, что транслокация белка BCL2 с 14 на 18 хромосому является цитогенетическим маркером фолликулярной лимфомы человека. Значит, этот белок, он имеет онкогенный потенциал, но принципиально важно то, что работает он как онкоген только в кооперации с другими белками. В частности, проонкогенами, такими как миокрас и так далее. Такой белок Акбат из этого семейства, он в норме регулирует сигналинг инсулинового фактора роста, который, в общем-то, подавляет апоптоз. Но он влияет на рост опухоли. То есть антиапоптотические гены принципиально важны для регуляции развития опухоли, потому что они подавляют апоптоз. Есть еще одно семейство белков, которое называется ингибиторы апоптотических протеаз, или АЭПИ. Они обнаружены, их повышенная экспрессия в очень многих раковых клетках, а также в биопсиях пациентов. Так вот, эти ингибиторы апоптотических протеаз могут работать как онкогены. В частности, очень похожая ситуация как с белком BCL2 – транслокация. Так вот, когда этот белок, один из этих белков, АЭПИ-2, соединяется с человеческой паракоспазой, он транслокируется с 11 на 18, и дальше вот эта транслокация, когда она происходит, она ассоциируется с формированием так называемой мальтлимфоны. То есть, это так же как BCL2 связан с формированием фолликулярной лимфомы, здесь с мальтлимфомой. И есть два механизма. Так вот, во втором механизме, при втором механизме он связывается с белком BCL10, и это активирует NFK-пабель. Мы говорили, извините, именно о транслокации белков. Именно белков, это важно. Значит, несмотря на то, что гены, которые участвуют в регуляции апоптоза, они имеют онкогенный потенциал, сами как онкогены, они могут работать только с помощью других онкогенов. Они отдельно как онкогены не работают. Это принципиально важно. Несколько слов об аутофагии, о которой я говорил вначале. Аутофагия до сих пор ведутся дискуссии, является ли аутофагия механизмом выживания или механизмом гибели. Дело в том, что при апоптозе материал, который возник в результате гибели клеток, он уносится, выходит из клетки и выходит из организма, из ткани. В случае аутофагии деградация материала происходит в лизосомах. И вот эти кирпичики, которые происходят в результате деградации, они используются для денового синтеза новых белков, новой ДНК и так далее. То есть в определенных ситуациях аутофагия действительно работает как механизм выживания. И она может работать как... То есть экономия такая в общем. Экономия. Она может работать как супрессор роста опухоли, то есть элиминирует субстраты онкогенных белков, если они вредны. Она убирает всякие токсические белки, но она может работать как активатор. Почему? Вот эти вот токсические белки или субстраты этих белков, если они вдруг используются как кирпичики, это уже вредно. Кроме того, аутофагия очень важна для поддержания функционального полумитохондрии. То есть аутофагия может работать как механизм выживания, может работать как механизм гибели в контексте той ситуации, когда это необходимо. И вот несколько лет назад мы провели исследование и показали, что одна из опухолей, которая интересна нам для изучения, это опухоль аденокарцинома легких. Почему? Дело в том, что эта опухоль, как правило, диагностируется достаточно поздно. И в то время, когда оперировать ее довольно сложно. И лечение только может быть внутри организма. И нас это заинтересовало, и мы выяснили, и оказалось, что уровень аутофагии в тканях, это пациенты, уровень аутофагии в ткани легких при аденокарциноме, 85% имеет высокий уровень аутофагии. Это говорит о том, что выживает опухоль. Значит, что надо сделать в принципе? Подавить аутофагию и сделать опухоль более чувствительной к лечению. И мы вернемся к этому. Сейчас пару слов про аутофагию. Аутофагия во многих случаях, так же, как и апоптос, связана с белком П53. Он может быть мутирован примерно в 40% клинического материала. И примерно в 90% всех клеток в культуре П53 мутирован. Так вот, при диком типе П53 мы ингубируем, влияем на устойчивость к анаикису, о котором я говорил какое-то время назад, блокирует инвазию, таким образом блокирует прометастазирование. А мутированный, он влияет на другие процессы, связанные с антиметастазированием. Это возникновение, участие многих белков, которые принимают участие в регуляции EMT и процесса метастазирования. Я потом чуть-чуть позже вернусь к аутофагии и клиническому материалу. В этой же работе было сказано, что спонтанное возникновение апоптоза в растущих злокачественных новообразованиях предполагает, что апоптоз может также быть вовлечен в вызванную терапевтическими агентами регрессии опухоли. То есть можно использовать тот же механизм только для того, чтобы клетку эллиминировать. Это было предсказано в 1972 году этими авторами. И в последующие годы получено очень много доказательств. Какие типы рака восприимчивы к гибели клеток? Практически все. Все, которые мы знаем. Бластома, карцинома, лейкемия и так далее. Какое оружие против рака? Хирургия, химия, иммуна и радиотерапия. Понятно, что мы не будем рассматривать хирургию здесь, но химия, иммуна и радиотерапия мы постараемся немножко обсудить. Как опухоли избегают гибель клеток? Что стоит за этим? Являются ли дефекты в гибели клеток основой устойчивости к любому виду терапии? Химию, иммуна или радио. Правда ли, что именно из-за этих дефектов химия и радиотерапия часто терпят неудачу? На этой схеме представлено очень схематично различные механизмы гибели клеток. Естественно, я не буду об этом говорить, но хочу сказать следующее. Вот эти минусы в овалах, они говорят о том, что именно в этих ситуациях, на этом этапе, процесс гибели клеток может контролироваться самой клеткой. Потому что процесс гибели, он же должен быть четко регламентирован. И если нет контроля, то бесконтрольная гибель клеток патологична. Значит, этот процесс регулируется. Вот эти минусы, было установлено, на каждом этапе они контролируют. Нужно клетке умереть, а может быть лучше ее заблокировать, здесь процесс гибели, и клетка должна расти дальше. Или наоборот, снять этот блок, и клетка должна погибнуть. Но если существуют такие природные контролеры, ведь мы можем использовать это для того, чтобы убить клетку, если это необходимо. И это то, что делается сейчас, особенно в проблеме терапии опухоли в заболеваниях. Об этом я детально буду рассказывать дальше. Какие стадии развития опухоли наиболее чувствительны? На начальных этапах мы знаем, что клеткам можно удалить опухолью клетку. И более того, есть примеры, когда опухоль самоудаляется. Такие примеры есть. Разрушаются. Разрушаются, да. Следующий этап – это развитие опухоли. Когда промоторы подавляют апоптоз, а ингибиторы могут влиять на этот процесс. То есть на этом этапе мы можем достаточно эффективно бороться с раковыми клетками. Следующий этап – это рост опухоли, когда сигнал на ее рост уже активирован. Здесь скорость роста связана с пролиферацией, либо с апоптозом. И вот здесь наступает баланс. Кто победит? Кто победит? Пролиферация или наоборот гибель клеток. Опять же, на этом этапе мы можем вполне сдвинуть процесс. Следующий этап – это ангиогенез. Известно, что опухоль зависит от питания, кровеносные сосуды. И в настоящее время есть препараты, которые действуют положительно на ангиогенез. И соответствующим образом можно элиминировать опухоль. Следующий этап – метастазирование. К сожалению, пока успехи очень и очень малы. На этом этапе еще достаточно сложно успешно бороться. С некоторыми опухолями можно, но не со всеми. С большинством, к сожалению, очень сложно. И само лечение – это любые терапевтические агенты убивают опухолевых клеток. Но здесь может быть развит процесс резистентности, уже вторичной резистентности. И с этим тоже в некоторых случаях успешно, в некоторых менее успешно. Но люди работают. Какие типы гибели активируются при лечении рака? Практически все. Апоптоз, аутофагия, об этом я говорил, некроз. Программируемый некроз – некроптоз. Ферроптоз – это самый молодой тип гибели, который описан лет 5-6 назад. Это методическая катастрофа, но это и сенессенс. Когда опухолевые клетки находятся в состоянии сенессенс, но дальше они могут погибнуть, могут не погибнуть. Существует ли взаимодействие между различными типами гибели клеток? И если существует, то насколько это важно? На этой достаточно сложной картинке я показал возможности взаимодействия между различными типами гибели клеток. Например, если клетка погибает по типу апоптоза, но в ней возникает дефицит АТФ, либо искусственное подавление семейства КАСПАС, это очень важное семейство, активируемое при апоптозе, то клетка вместо апоптоза может погибнуть по механизму либо некроза, либо некроптоза. Но если восстановить энергию, то можно сдвинуть равновесие в сторону апоптоза. Есть белки, о которых мы только что говорили, BCL2, они взаимодействуют с другими белками. Так вот, как взаимодействие этих белков, соотношение этих белков может влиять на то, погибнет клетка по механизму апоптоза, либо по механизму аутофагии. И существует масса других примеров, естественно, на всех не буду останавливаться. То есть, между различными типами гибели есть взаимодействие. То есть, они не изолированы. Нет. И если есть это взаимодействие, и если, например, как я вам говорил выше, при аденокарциномии легких, высокий уровень аутофагии, то, может быть, можно подавить эту аутофагию, и клетка тогда станет более чем по другому пути. И действительно, мы сделали такую работу. В зависимости от того, какие гены аутофагии подавляются, или активность генов подавляется, это может привести к различным ситуациям. В данном случае, пример, это один из генов, называется ATG7. Так вот, если этот ген убрать из клеток, в данном случае я говорю только о клетках аденокарциномии легких, ни о каких других клетках. Потому что в каждом типе опухоли есть что-то свое, об этом чуть-чуть позже. Так вот, если в этих клетках, в этом типе опухоли, убрать вот этот ген, то при действии цисплатины, а цисплатина это препарат номер один при лечении аденокарциномии легких, вот смотрите, в контроле у нас вот, при действии цисплатина вот так, а если убрать ген ATG7 и добавить цисплатину, смотрите, что происходит. То есть клетка становится более чувствительной к апоптозу. Хорошо? А если, например, убрать другой ген, в данном случае это ген ATG13, его тоже можно убрать. И тогда это приводит не к гибели клеток, а к подавлению ее пролиферации. Пролиферации – это совсем другой процесс. То есть взаимодействием или подавлением активности каких-то генов мы можем привести, либо сделать ополиоклетку более чувствительной к химиотерапии, либо наоборот повлиять на ее пролиферацию. И эти работы сейчас ведутся, и есть подходы, пока что они экспериментальные, каким образом можно повлиять на данный тип гибели. Таким образом, если существует баланс между, по крайней мере, аутофагией и апоптозом, еще раз повторяю, при данном типе опухоли, то когда много аутофагии, это устойчивость клеток терапии, а подавление аутофагии при действии химиотерапии вызывает либо задержку роста, задержку деления и повышает чувствительность. Это один из примеров, как можно подойти к влиянию между различными гибелями клеток для того, чтобы убить опухолевую клетку. Почему раковые клетки часто устойчивы к терапии? Прежде всего, рак – это единственное системное заболевание, когда завязаны абсолютно все системы организма. Как-то во время одной из моих лекций мне сказали, но аутоиммунная система – это же тоже системная? Да, но она затрагивает только иммунную систему. Рак затрагивает все системы. И это заболевание, оно характеризуется самым простым фенотипом. Много ненужных клеток, больше ничего. А вот генотип, он разный. Масса различных мутаций. И с этим надо как-то бороться. Какие могут быть последствия дефектов в путях апоптоза? Значит, если вы помните, в самом начале я говорил о том, что апоптетические клетки проходят несколько этапов для того, чтобы погибнуть. Так вот, на развитии апоптоза, при развитии апоптоза, если все в порядке – нормальная чувствительность. Если есть, например, дефект П53, о котором я говорил выше – нарушение в развитии и устойчивость к апоптозу. Если высокая концентрация BCL2, а это антиапоптетический белок, опять же дефект и опять устойчивость к апоптозу. Если есть дефект на пути экзекьюции, например, активность КАСПАС и так далее, то это тоже ведет к устойчивости. То есть на разных этапах дефекты могут привести к одному и тому же. Есть ли успехи и каковы перспективы лечения рака? Если вы помните, когда я характеризовал семейство BCL2, я говорил о том, что есть такие белки, которые называются BH3 only или BH3 только. Так вот, к числу этих белков относятся NOX и PUMA. Вот если клетки абсолютно нормальны, и на них действуют генотоксическим сигналом, они активируют П53. П53 транскрипционно активируют белки подсемейства BH3 только. Эти белки взаимодействуют с белком антиапоптотическим BCL2, снимают антиапоптотические функции клетки, и клетка погибает по механизму апоптоза. А что есть в опухолевых клетках? Есть мутантный П53, и он не может активировать. А раз он не может, значит, этот белок работает, это приводит к устойчивости. А можно ли что-то сделать? Да, можно. Были созданы химические низкомолекулярные соединения, так называемые меметики BH3 только белков, и при их введении в клетку, да не важно, есть мутантный П53 или нет, они работают ниже, и они могут убрать антиапоптотическую активность белка BCL2, это приводит к апоптозу. Есть ли успехи? Да. Препараты ABT737, препарат ABT263, он известен как Навитоклакс, препарат из этого же семейства Венетоклакс, они утверждены FDA, и они используются при лечении различных опухолевых заболеваний, прежде всего, это опухоли гематологической системы, очень эффективны, до 90% успеха, но только вместе с другими химиотераписистскими препаратами, сами по себе они оказывают очень маленький минорный эффект. И вот еще вещество, совсем недавно разработанное, мы очень активно его исследуем, но об этом я скажу чуть позже, оно сделано против другого белка этого семейства, а именно MCL1, он очень специфический этот белок. Проблема заключается в том, что вот все эти препараты, которые утверждены FDA, как я сказал, они работают хорошо на гематологических опухолях, и практически не работают на солидных опухолях. И сейчас несколько лабораторий в мире занимаются этой проблемой, чтобы выяснить, что можно сделать для того, чтобы, используя эти вещества, убить и твердую опухоль. Есть такая проблема, которая связана с ограничением питательных веществ. В течение многих лет считалось, что раковые больные должны усиленно питаться, и это поможет им восстановиться. Побороть болезнь. К сожалению, это не совсем так. И в настоящее время появилась очень большая серия работ, в которых показано, что определенная диета при определенных опухолях может помочь тому, чтобы эти опухоли стали чувствительной химиотерапией. Не все одинаковы. И я сразу хочу сказать, ни в коем случае я не рекомендую голодать больным. Ни в коем случае. Это все должно быть под контролем. Мы провели целую серию экспериментов, связанных с ограничением питательных веществ, и, как вы видите, опять же, при определенных условиях, при действии цисплатины, чувствительность этих клеток резко увеличивается. Хорошо. А каков механизм? И вот выяснилось, что ограничение питательных веществ ускоряет деградацию антиапоптотического белка МСЛ-1. Я должен сказать, что много-много лет назад были проведены такие работы, когда в опухоли клетки попытались генетическим путем убрать белок БСЛ-2. И на культуре клеток все было замечательно. Клетка становилась более чувствительна. А когда перешли на уровень организма, оказалось все не так просто. А почему? Потому что антиапоптотических белков этого семейства довольно много. И уровень белка, который называется БСЛ-Экслонг, стал увеличиваться. Тогда придумали систему, когда можно подействовать сразу на два белка, на экспрессию двух белков. БСЛ-2 и БСЛ-Экслонг. И выяснилось, что в этом случае повышается уровень белка МСЛ-1. То есть, этот подход не сработал. Значит, надо искать какие-то другие подходы. Один из подходов это ингибирование белка МСЛ-1. Как он регулируется? Он регулируется с путем трансляции, транскрипции, деградации, различных типов белков. Весь путь практически. Весь путь, да. Синтеза белка. Это вызывает защиту от апоптозы. Так вот, мы провели исследование. Естественно, я не буду говорить о деталях этого исследования. Но оказалось, ограничение питательных веществ влияет на регуляцию транскрипции этого белка. А раз влияет на регуляцию транскрипции, значит, можно действовать. То есть, это эпигенетически. Чисто генетически. И снизить антиапоптетическую функцию этого белка, что приводит к апоптозу этих клеток. И вот одно из веществ есть, которое искусственно может вызвать ограничение питательных веществ, так называемые меметики. И в данном случае мы сейчас пытаемся сделать такую работу, повлиять на экспрессию этого белка. Это работа в стадии развития. Пару слов о типе гибели, который называется методическая катастрофа. Вот это та же клетка, но в состоянии методической катастрофы. Как вы видите, ее размер может до 200 раз превышать размер нормальной клетки. Ну, то есть, она не делится. Она не делится. Метод нарушен. Да. Вот видите, много ядрышек здесь. Она многоядерная. Она увеличивается в размере. Она просто не расходит. Нет. Потом она может умереть. Но в зависимости от того, какие белки там экспрессируются, она может умереть по типу апоптоза, по типу некроптоза, может умереть по типу аутофагии. Это работа, которую мы провели. Так вот, при воздействии химию и радиотерапии, естественно, есть масса белков, в частности, вот белки антиапоптатические, и можно создать, и кроме того, белки регулятора клетчатого цикла. Так вот, в зависимости от того, какой из этих белков подавить, плюс влияние на белки, которые регулируют клетчатый цикл, мы можем привести клетку к апоптозу, к некрозу и к аутофагии. А это уже, в свою очередь, может влиять на иммуноответ клетки и помочь этой клетке умереть. Это вот второй подход, каким образом можно элиминировать эту клетку. Есть ли успехи? Да, есть. Есть белок, если вы помните, я говорил об ингибиторах апоптотических протеалах, семействе белков. Так вот, эти белки, они оверэкспрессированы в опухоли клетках, и есть белок, который находится в митохондриях, он называется смак, он в определенных ситуациях выходит из митохондрии и снимает функцию вот этих ингибиторов. Понятно, что ввести этот белок невозможно. Значит, можно сделать какие-то меметики этого белка, химические меметики, которые можно инициировать и, соответственно, убить клетку. И действительно, такие меметики есть, их сделали. Некоторые находятся, вот этот препарат, на третьей стадии клинических испытаний, некоторые менее. Но вот самое интересное, значит, работают они при различных типах опухоли. Здесь, в данном случае, глиома. И вот посмотрите, вот это опухоль, и на нее стали действовать вот билинапом. Меньше, 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 посмотрите. Практически. Практически опухоли нет. Это вот тоже такой подход. И сейчас многие фармансические фирмы работают с этими веществами, чтобы сделать их менее токсичными, но в то же время сделать их более эффективными. Ну и вот еще одна премия, которая была присуждена в прошлом году за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции. А это что такое? Это иммунологическая гибель клеток. Вот эти два ученых, они создали антитела против тормоза или активатора иммунной системы и таким образом вызвали гибель лучше всего на сегодняшний день этот подход работает на меланоме. И вот что интересно, если взять один ингибитор, то примерно любой из них, то можно примерно одна из десяти, один из десяти случаев успешный. Если взять чистую химиотерапию без этого подхода, один-два, если взять химиотерапию и любой из этих подходов, это два к десяти, ну три к десяти. А если взять химиотерапию и оба этих подхода, шесть-семь из десяти, это уже большой прогресс. Это колоссальный прогресс. Есть ли препараты? Да, есть. Вот они, белки, вернее, препараты, которые используются. Они, часть из них, известный препарат, обдивоизвестный. Это два названия в зависимости от фирмы, кто выпускает. То есть, вот практический выход из того, о чем я вам говорил в начале своей лекции, фундаментальных исследований механизма гибели клеток. Значит, я говорил вам о работе Хана Ганнаин-Ванберга о десяти физиологических изменениях, которые ведут к возникновению опухоли. И вот все они здесь десять. В частности, вот резистник СЛДС. Так вот, сейчас есть препараты, которые воздействуют на любой из этих физиологических изменений. BH3-миметики мы с вами говорили, я не говорю про аэробные ингибиторы гликолиза мы говорили, по клеточному циклу мы говорили, CTL4 и PD1, это последняя Нобелевская премия, ингибиторы PARP. То есть, на каждой из этих физиологических изменений в настоящее время есть определенные препараты, которые могут быть использованы. Часть из них еще не полностью утверждены, часть находится на различных фазах клинических испытаний, но все эти препараты есть и каждый день появляются новые и новые препараты. Можно ли излечить рак одним препаратом? Нет. Это невозможно. И возможно по одной главной причине. В настоящее время известно более двухсот различных вариантов опухоли. Во многих случаях генетический фон различный. Возникновения разные. Ткани разные. Можно ли излечить одним препаратом? Нет. Туберкулез? Да, можно. Правда, сейчас есть проблема с вторичной устойчивостью, но все равно можно воздействовать на устойчивость и вылечить. А здесь... Ну и потом мы видели, сколько факторов задействовано в нарушении. То есть одним препаратом нельзя. Почему нужен персонализованный препарат? То есть сообщение о том, что условные британские ученые или израильские придумали средства от рака, это вот каждый раз будоражит неокрепшие умы, скажем так. Это невозможно. Это невозможно. Вот я вам приведу только один пример. Это развитие рака, в частности нормальный эпителий, аденома, поздняя аденома, ранняя опухоль, поздняя опухоль. Вот эти ступени, которые проходят в данном сути данный тип опухоли от нормальной ткани до состояния поздней опухоли. И вы посмотрите, вначале требуется месяцы для накопления появления этих мутаций либо исчезновения, потерю хромосомы. Месяцы для того, чтобы появилась вот эта аденома. Примерно 2-5 лет для того, чтобы возникла поздняя аденома, а это еще добра-качественная опухоль. А дальше еще 2-5 лет для того, чтобы возникла ранняя опухоль. Так вот, на этом этапе можно элиминировать поврежденные клетки и достаточно успешно. А здесь уже начинается элиминация раковых клеток. Причем это происходит химио-радио-иммунотерапия требуется для этого. Часто требуется удаление опухоли плюс вот это лечение. в каждом данном случае необходимо сделать генетический анализ, что мы видим, какой бэкграунд у нас есть и как можно воздействовать на опухоль. Вот это и называется персонализированная медицина. Без этого в настоящее время бороться с опухолью с заболеваниями практически невозможно. Пальцем в небо. Вот что я хотел вам рассказать. Ну а здесь телевизор мой коллектив. В основном здесь мой московский коллектив. Как вы видите, все молодые ребята, которые помогают работать в этой области. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вот в нашей рубрике по скриптам я как раз хотела спросить вас об организации исследовательского процесса, учитывая то, что у вас фактически два коллектива. Вы работаете в Королевском институте, вы работаете на факультете фундаментальной медицины в МГУ. Понятно, что тематики пересекаются, они не могут не пересекаться при одном руководителе. Но как организован процесс? Вот программа экспериментов, исследовательская программа Анна Разна, это две разных программы. То есть они не соавторы статьи между собой. А не соавторы? Час, не всегда, но часто. Но я вам приведу вот такой пример. Я вам говорил о том, что при гибели клеток, в частности апостатической гибели клеток, очень большую роль играет семейство белков каспазы. Но понимаете, природа не может создать систему, направленную только на то, чтобы убить клетку. Это неэкономично. Значит, белки, которые могут убить клетку, они выполняют какие-то нормальные функции. Есть некоторые примеры. Например, цитохром-С находится в митохондриях и он абсолютно необходим для нормального функционера митохондрий для того, чтобы появлялся АТФ. А в случае апоптоза этот белок, цитохром-С, выходит из митохондрий в цитоплазме, он соединяется с другими белками и вот когда он образовывает этот комплекс, он называется апоптосома, это приводит к активации гибели клеток. То есть один и тот же белок в норме и при патологии. И стали появляться данные о том, что КАСПАЗы тоже могут принимать участие в определенных биологических процессах, не связанных с гибелью клеток. И вот моя лаборатория в Стокгольме больше в последнее время занимается тем, что мы выясняем неапоптотические свойства этих белков. И для этого нужны очень хорошие биоинформатики. А хорошие биоинформатики у меня есть в Москве. И вот в частности Алексей очень хороший биоинформатик, он провел определенные исследования и оказалось, что эти исследования легли в основу того, что мы стали понимать, какие нормальные функции выполняет одна из КАСПАЗ. Естественно, это совместная работа, потому что они подошли с разных сторон. Или, например, работа, связанная с аутофагией, о которой я говорил вам раньше, подавление аутофагии и активация апоптоза. У меня есть очень хороший специалист в Стокгольме, молекулярный биолог, который создал все эти системы, эти клетки, в которых нет одного белка, нет второго белка и так далее. Это он сделал. А исследование этих клеток было сделано уже в Москве. То есть комплементарность. Комплементарность. И я считаю, что так и должно быть. Вы понимаете, невозможно иметь одну тематику в одной лаборатории, а другую тематику, ну такого нигде нет. У меня интересовала степень взаимопроникновения. Да. Они работают вместе, мы все это обсуждаем, и практически во многих работах есть сотрудники той лаборатории или этой, но самое главное... И что очень важно, что это не однонаправленный процесс, как вот бывало, да, только в том в Стокгольме мозговой центр, и все, нет, это взаимное такое. И самое важное, что вот, особенно это важно, зарубежные, вот если мы посылаем просто статью из шведской лаборатории, там, авторы, то там журнал не волнует, кто что сделал, хотя сейчас требует, кто что сделал, а вот РНФ, например, они просят показать, кто что, и здесь очень просто, мы пишем, рисунки такие-то, такие-то, сделаны той-то группой, а и рисунки такие-то, сделаны этой группой. Все чисто, и люди все понимают. Замечательно. Успехов вам, Борис Давидович. Спасибо. В обеих лабораториях. Спасибо. Спасибо.